Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на нашей передаче по душам. Многие женщины задают такие вопросы. Как же понять мужа? Какие психологические особенности мужчин необходимо знать? И самое главное, что сделать для того, чтобы были хорошие взаимоотношения с супругом? Тема нашей сегодняшней передачи «Как понять мужа». Оставайтесь с нами. В отношениях между мужем и женой есть, оказывается, своеобразные стратегии и механизмы понимания. И вопрос получается в том, насколько мы можем разбираться в этих стратегиях. И самое главное, умеем ли мы их применять в отношениях? В современном мире каждый человек много что знает и умеет, но применяет ли? В психологии мужчин и женщин имеются различия. Однако есть и объединяющие факторы. Например, то, что со временем и мужчина, и женщина привыкают к определенному отношению к ним. Если муж, например, требует от жены искреннего уважения, то со временем жена к этому привыкает. И наоборот, если жена капризничает, то и муж к этому привыкает. Для того, чтобы правильно понять своего мужа, порой женщине необходимо приложить очень большие усилия. Как известно, у нее больше работает эмоциональная часть мозга. В связи с этим, к пониманию она приходит не сразу. Женщины и мужчины устроены по-разному. Соответственно, и стиль мышления, и поведение различаются. Для того, чтобы понять своего мужа, порой жене необходимо немного времени. Ведь она воспринимает мужа как себя. Ей кажется, что он думает так же, как и она. Тем не менее, есть, оказывается, очень много психологических приемов и стратегий, которые можно применить в данном случае. Но самые главные из них – это пять основных факторов, на которые обращают внимание мужчины во взаимоотношении со своими супругами. Первый и самый основной фактор, который важен для мужей – это уважение. Порой оно важно даже чем справедливость или что-либо другое. Мужчины очень тщательно обращают на это внимание по отношению к себе. Уважение – это позиция одного человека по отношению к другому, признание его достоинств. Уважающее не причиняет другому человеку вреда, ни физического, ни морального. Так как оно – одно из важнейших условий любви и поддержки в семье. Чувство уважения – это очень приятное чувство само по себе, и оно является защитником чувства любви. По мнению экспертов, любовь без уважения в семье долго жить не сможет. Порой ссоры в семье возникают из-за мелочей. Не то сказал, не так посмотрел, не поддержал и так далее. Но в глубине всех обид лежит чувство, что человека не уважают. Уважение – крайне важное чувство в семье. Второй по значимости фактор – это умение жены активно слушать своего мужа. Можно так сказать, выслушать все, что у него на душе. Активное слушание является очень важным психологическим приемом. Активное слушание – это нахождение здесь и сейчас, в момент, когда вы слушаете своего мужа. Часто бывает так, что мы иногда слушаем кого-то, но мыслями и чувствами мы находимся в другом месте. Любому человеку это сразу видно, и он чувствует, как будто вам неинтересно. При активном слушании важно также кивать и эмоционально реагировать на слова. Во время активного слушания жене желательно активно реагировать на то, что говорит ее муж. Эмоциональная реакция жены очень благотворно влияет на взаимопонимание. Эмоциональная реакция жены дает мужу почувствовать, что то, что он говорит, имеет для нее значение, что это для нее важно. Таким образом, нужно развить способность отвлечься от всех своих мыслей и внимательно слушать то, о чем говорит ваш муж. Третий очень важный фактор – это доверие. Для мужчин очень важно, чтобы жены им доверяли. Ведь как попечители этой семьи, на них возлагается большая ответственность. И представьте такую ситуацию. Вы собираетесь что-либо делать, а вам не доверяют. Как вы будете это делать? Доверие – это важный аспект в понимании. Если его нет, то любой человек закрывается от вас и постепенно отдаляется. Важно учесть такой момент. Для того, чтобы вас поняли и выслушали, сначала нужно понять и выслушать другого. Так устроена наша психология. Женщины очень часто разговаривают намеками. Казалось бы, что тут непонятного? Вот сказала, что я без настроения, и сразу муж должен догадаться. А что у тебя там? О чем ты думаешь? О чем ты переживаешь? И так далее. Но мы забываем один простой момент. Что мужчины, они генетически натренированы к планированию. Они не любят какие-то неожиданности. Все должно быть планомерно и закономерно. Поэтому жене очень важно ясно излагать свои мысли и свои внутренние чувства. Так как мужчинам порой непонятно, что чувствует женщина. Простым примером может служить разговор, в котором жена внезапно вспоминает то, что было несколько лет назад. Как ей было плохо или обидно и так далее. На что ее муж с удивлением и недоумением реагирует с вопросом в голове. А при чем тут это? Для чего сейчас она об этом говорит? Тем не менее, взаимопонимание и поддержка в семье очень важна как для детей, так и для родителей. Ведь каждый человек в семье желает счастья и благополучия. Каждый заинтересован в том, чтобы супруги жили в мире и согласии. И пятое, самое основное, это мотивирование на успех. Можно так сказать, что это своего рода моральная поддержка. Представьте такую ситуацию, что какой-либо спортсмен собирается стартовать. И перед тем, как стартовать, он, например, спрашивает у своей жены, как ты думаешь, я выиграю или не выиграю? И если, допустим, она будет говорить, не знаю. Как вы думаете, как отреагирует этот спортсмен? Наверняка мотивация снизится. И поэтому очень важно верить в успех своего мужа и мотивировать его правильно. Мы, женщины, часто думаем, что, наверное, все вокруг происходит именно так, как мы подразумеваем, или именно так, как мы думаем. Но как бы не так, не всегда то, что мы думаем, есть на самом деле. К примеру, если муж не уделяет должного внимания, женщина сразу думает, а все, значит, он меня не любит, он меня разлюбил и так далее. Но это не всегда так. Порой мужчинам необходимо побыть одному для того, чтобы принять важное решение. Это нам, женщинам, для того, чтобы принять какое-либо решение, нужно со всеми переговорить, со всеми посоветоваться, нужно нам много людей и так далее. А у мужчин все по-другому. Но каковы же особенности и различия женского мозга и мужского мозга? Давайте разберемся вместе. Мужской мозг любит логику и порядок. Женский мозг любит эмоционально реагировать на все, что происходит. Стратегию и крупные сделки. Мелочи и детали. Думать и размышлять. Говорить и рассуждать. Расставлять все на свои места. Связывать все детали вместе. Предметы и достижения. Людей и события. Очень хорошо, когда женщина, жена, допустим, хорошо сама себя понимает. В таком случае она уже конкретно и целенаправленно может излагать свои мысли, что достигается понимания между ней и ее супругом. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи по душам есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер ватсап вы можете отправить свой вопрос по психологии. Некоторые из них мы разберем в нашей передаче. А у нас есть вопрос, внимание на экран. Я обижаюсь на своего мужа по поводу и без повода. Откажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы не обижаться? Да, действительно, очень часто женщина впадает в такое состояние, можно так сказать, уныние, тоски или вот обиды, скажем так. И в эти моменты для женщины очень важно разобраться, а действительно ли она на мужа обижена или обижена на кого-либо другое. Дело в том, что наша голова, наша психика, она так устроена, что мы, женщины, особенно копим обиды. И потом, когда последняя капля происходит, мы всю вот эту многолетнюю обиду на кого-то другого можем вылить, например, на своего мужа. И в таком случае это будет несправедливо. После того, как вы найдете адресата, то есть действительно того человека, на кого вы обижены, обычно это бывает из ближайшего окружения, или родственники, или родители, или братишки, сестренки и так далее, можно сделать такой прием. То есть написать на бумаге, как будто в виде письма. Написать о своих чувствах и обидах. Потом не обязательно отправлять это письмо. Можно его порвать или сложить, куда-либо спрятать. Но самое главное, оно уже из вашей головы вылетело. Каждый из супругов видит в другом самого себя. И чем больше мы понимаем самих себя, тем больше мы способны понять нашего супруга. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok